Здравствуйте, я закрываю. Садимся область сюда. До понедельника ждать не буду. Ну, писать не будем. Писать не будем? Не будем, на целом. Ты где у нас работаешь? В информационном астетическом. Что ты говоришь? Где за россиям? Кто работает? А где и как я работаю? Как он сверху? Ребята, я разговариваю, что тему не буду. Сейчас пишите заявление, а кому чего не нравится, идите к храменкову и расскажут. Шановны, у меня есть коллизия. Пид пиздец и пид пиздец. Пид пиздец и пид пиздец. Наталья, ну ничего личного, но я писать не буду никакое заявление. Основание для моего увольнения. Женя, основание ты на испытательном сроке? У меня есть вся копия заявления, о котором никакого испытательного срока указано не было. Вы лично делали? Вы лично делали? Я не из доказательного соседей. Ну что вы мне рассказываете? Мы же не перед ним дали. Мы же не будем спорить, почему мы это сам. Наталья, я не спрашиваю. Что? Ну у меня срока есть, за что? Вот потолкал за вот это срока. Давайте по черковичскому экспертизу проведем. Да, ребята, спорить с вами никто не будет, но работать вы здесь, вы уже не работаете. Напишите вы заявление или нет. Я вам предлагаю написать заявление и уйти тихо и мирно. Пид пиздец и пид пиздец. Если вы не будете писать заявление, вы их ждете с записью в трудовой книжке и стараться. Вы где-то выходите? Хорошо, что вы увольняете. Наталья Юрьевна, я не вижу основания для моего увольнения. Что я сделаю для того, чтобы меня увольнять? Ну, основание. Что на русском? Основание. Что? Скажите мне. Вы информационно-аналитический отдел. Вы разместили на официальном сайте администрации информацию, которая очерняет администрацию и город. Что? Какую информацию разместили? Какую? Скажите, я просто не пойму, какую информацию мы идем. Информацию ОБСЕ. Информацию ОБСЕ. У нас прописано в положении сайта распоряжение о том, что мы должны вылаживать информацию ОБСЕ. А законом предусмотрено, что информация, которая подрывает деятельность республики, размещается не должно. Мы не размещаем информацию, которая подрывает деятельность республики. А как это можно назвать? Где там? В чем размещается подрыв в деятельности государства? По указанию вы... Я с вами сдатью эту мне на стол сейчас. Мы не будем разбирать. Входите в государство и размещайте. Ну, подождите. Вы нам, грубо говоря, предъявляете то, что мы нарушили. Это не я, а глава. Ну, я просто говорю, как бы, этот самый. То есть, и мы должны что-то... Мы... Нет у нас этой статьи. То есть, она была... То есть, для того, чтобы меня уголить, мне должны, то есть, ну, предъявить то, что я нарушил. То есть, в данный момент я не вижу нарушения никаких. Мне сейчас написать логинный пароль. От чего? От доступа к СССР. От доступа. Сейчас, как раз, вам подходите, восстанавливайте историю и распечатывайте этот материал. Ребята, я черекаться не буду. Пит пиздец и пит пиздец. Да вопросов нет. Увольняйте. Я же говорю, я не вижу оснований для моего увольнения. Ну, я уже, знаете, сколько... Я 13 лет проработал в милиции. Я уже пережил столько. И для того, чтобы мне рассказывать, что... Я понимаю, что все прекрасно. А когда личные амбиции... Не буду говорить ни у кого, понимаете? Когда личная неприязнь его ко мне, я не собираюсь за этого страдать. У меня претензия к вам, чтобы не проконтролировали человека, который вас этим занимается. К тебе, Саша, у меня претензии большие. Заявление твоё с открытой датой у меня есть. Пишешь сейчас спокойно заявление на увольнение. Пит пиздец и пит пиздец. Не пишешь? Я тебе обещаю очень хорошую жизнь. С явлением другой вопрос. Всё. Можем быть вопросом? Я с вами принимаю за контраст, вы распечатываете этот документ и приходите ко мне. Всё, я вас. И мы будем по... С тобой мы будем набирать, да? И пишешь своё мнение однососточное. Информация о миссии ОБСЕ, она находится на всеобщем опозрении. То есть, её пишут эту информацию, её подаёт... И они пишут и размещают у себя. А то, что размещено было у нас на официальном сайте, это другой вопрос. Стас, пусть поднимается, я на встреча с камнем. Знаете, как положено, документы готовы на КОИ. Да, сейчас. Да, сейчас. Хорошо, спасибо. Саша, может, не тратить время на дождь? Я ничего не хочу рассказать. Если у вас есть, подписывались, раздавали и всё. Есть? Да, за что? Уволю тоже по-тохер. Ну а что уволю? Ну за что? За невыполнение служебных обязанностей. Ну в чём я их невыполнен? Я только что... Я размещал информацию. Вы информационно-аналитический отдел. Где вы анализировали? Стас, пожалуйста, с Александром поднимайтесь к ним, он тебе даёт доступ к этому самому... К информации. Мне нужна информация о среду, была размещена на нашем официальном сайте, информация о мониторинговой миссии. Мне нужно её восстановить и распечатать. И с этим документом подходите сюда, Женя ждёт у меня, естественно, пока все информационно-аналитический отдел. Я понимаю вас, ну поймите, ну я не собираюсь, я за Шамановского людей не собираюсь, не собираюсь, потому что хочет поставить Яну. Подожди. Я не знаю, кого хотят. Ну я знаю, я просто... Я ничего не знаю. Вот понимаешь, папаша, у меня вопрос, то, что он говорит, большой бог, я знаю об этом давно. Тебя по-человечески мне жалко. Я тебя прошу. Я сегодня хрен по войне. В понедельник этот вопрос будет подниматься. В понедельник? В понедельник. Самый правый мой, Александр Ильич. Перегорите. Понимаешь? Вот я просто шлёп по-человечески. Я просто, но процедика не может. Я понимаю, что ты прошлёпал это. Но мы не прощают нам сейчас таких вещей. Мы не прощаем. Я не знаю, это дерьмо отставил тебя специально или нет. Там особой информации никакой. Там была, ну, там, я читал ту информацию. Там, понимаете, там был бы повод доклипаться. Просто миссия ОБСЕ приехала. Миссия ОБСЕ, получается, зафиксировала, что были здесь разрывы в горловке. Было этот самый, на линии соприкосновения. Ну, такое, ну, то есть, как бы, просто какая-то текущая ситуация. Что там такого было написано? Понимаете, это повод просто был доклипаться. Ну, я уже не увидела это. Ну, там ничего, ну как, ну, есть там такой, там, ну, это миссия ОБСЕ. Есть миссия, которая можно отстроить. Да, да, вот именно двояка. Я говорю, что у меня вот этот прыщ, у меня вообще не волнует. Он запрыгнулся. Я найду его заявление, откроясь этот. Но я рекомендую, чтобы он написал и ушел тихо. Ну, я же тоже его заставить не могу. Можешь. Можешь, мы должны проводить всех дружественных, дружественных сайтах и в России. Эту информацию постоянно ежедневно практически подавать и так дружественных, 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 дружественных. Ага. Можешь, ну, не могла бы представить, что ты мог. Ну, я же спросил, он говорил, что этот самый, ну, согласован это было с Олейповым, и с тем же, с Романом Иосифовым, когда было согласовано вложить эту информацию. Откуда они, ну, не присылают, ну, понятно, но там общая информация, то есть, как-то... Ну, есть какие-то сомнения, такая информация. Ну, лучше подуй на воду. Понимаешь ты, а мы живем как такое время. Игорь. Ну, это, ну, сами понимаете, это повод. Это не в статье это дело. Это все, ну, это дело, это не в статье, это повод, просто это повод был. Это не, ну, это, причем тут вообще это статья. Это повод был просто доклипаться ничего. Дорогие, у меня есть колизия. Пид пиздец и пид пиздец. Пид пиздец и пид пиздец.